Здравствуйте, дамы и господа, с вами по-прежнему я, Максим, 18-й по счёту ролик BTS, Come Back Home. Такой своеобразный марафон продолжается, я надеюсь, что я смогу его закончить физически. Нет, вы-то, конечно, смотрите ролики с какими-то временными промежутками, но записываю я их явно не по одному за раз. В общем, лайки, подписки, колокольчики, подписывайтесь на всё, что на экране, это поможет мне, это взбодрит меня сильнее, чем Monster Energy, который всё равно не продаётся в Беларуси. В общем, мы с вами начинаем. У нас такой мощный бас, у нас злая гармония достаточно и такой очень аккуратный фальцет, всё это делает, знаете, немножко мистическую атмосферу. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, достаточно качает, но у меня возникает вопрос. Это точно официальный ролик BTS? Я слышу, что это BTS поют. Ну, Шуга и Рэм очень сильно палят контору, даже если не видно BTS в кадре. Они потом появятся или нет, я не знаю, или это какому-то фильму, или это как бы они спели клип-фильм. Ну, напишите в комментариях объяснение, мне это всё равно нравится, интересно звучит, и про инструменты и вокал поговорим. Но странно пока не видеть BTS в клипе BTS. Субтитры сделал DimaTorzok А может быть BTS выпустили саундтрек к фильму? Тоже пишите в комментариях. Ну, или они специально сняли фильм небольшой. Хотя я хотел бы, чтобы это был полноценный фильм, выглядит интригующе. Почти так же, как Олдбой, которого я рекомендую посмотреть всем, кому не жалко свои нервы. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, это один из самых зловещих клипов BTS, которые я видел. Ну, по крайней мере, видеоряд. Тут нет самих участников BTS, возможно, они даже не появятся. И я хотел бы разъяснение в комментарии, почему так. Потому что обычно в клипах BTS всегда есть BTS. Но, ладно, откинем это. Песня звучит зловеще, такой, знаете, больше хип-хоп. Но не тот такой, знаете, маленьких пацанов весёленьких, таких хулиганов, дерзких, резких. Нет, тут скорее что-то такое более гнетущее и серьёзное. Что я не ожидал от BTS. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, логотип BTS. В общем, я скажу, да. Это самая зловещая работа BTS, которую я слышал на данный момент. Гнетущая, взрослая. Взрослый рэп с тонкими красивыми голосами. Как раз получается ещё такой контраст. Вот эта мистическая атмосфера. Инструментал. Я не скажу, что он бодрящий. Он тоже гнетущий. Этот гулкий бас. Вот этот чёткий пацан. Чёткий парень. Ну, такой, с бритой головой. Какие-то борцухи, там, кровища. Женщина, которая явно в ментальном здоровье, точнее, в правке ментального здоровья нуждается. Всё это создаёт такую атмосферу. Ну, музыка это прекрасно подчёркивает. Прямо отлично. Если это саундтрек для фильма, напишите название. Если нет, то всё равно понравилось. Слушайте, интересно. Вот чего-чего такого от BTS я не ожидал. Уже 20 раз, наверное, сказал. Сказывается недосыпь. В общем, на экране список бустеров. Спасибо, дамы и господам, за то, что поддерживаете. Благодаря вам я не высыпаюсь, но зато сытый. Вот. Список на экране находится, там, точнее, реклама. Подписаться, вот, можете вступить и так далее. Смотреть дополнительный контент, ранний доступ и так далее. Есть канал с кей-поп новостями MPReviews, MPLive со стримами и телеграм-канал как Хаблокация. С вами, как обычно, был Максим. Не издаюсь, смотрю дальше. Касаюсь, так сказать, легендарного... Боже мой, похоже, у меня всё. У меня мозг уже не совращает. В общем, смотрю легендарные видео, легендарные группы и пытаюсь проникнуться всей этой атмосферой. Но это самое злое, что у них было. Всё, пока.